всем шалом это вторая часть моего пути рестор шамана на проекте вовсирус x5 в предыдущей части вы видели как я одевал изучал и в целом прокачивал моего персонажа ну а кому интересно видео первой части можете посмотреть в описании или по подсказке сверху но мы плавно переходим с вами ко второй части пути моего шамана на проекте вовсирус x5 я первым делом отправляюсь выполнять квесты для категорий их немного выполняются они достаточно быстро и дают нам монеты джули и другие приколюхи заодно и активировал поставки они даются бесплатно когда получаешь 80 уровень с поставок мы получаем монеты джули кристалл энергии и значки гильдии категория это кастом от проекта вовсирус как только вы получаете 80 уровень вы получаете седьмую категорию каждая категория дает вам возможность улучшить ваши характеристики такие как сила ловкость сила заклинаний ну и так далее таким образом двигаясь по категориям вас пристанаж становится сильнее чтобы перейти на следующую категорию необходимо выполнить квестовую цепочку я выполнил квесты категории получил суммарно 5 монет джули с первой монеты мне повезло и мне упало три кристалла круто можно уже получить шестую категорию со второй монеты мне упал жетон ветерана ну такой себе лут но я его хочу обменять на очки арены и куплю себе некоторые pvp вещи со остальных монет мне ничего в принципе интересного ну не упала далее отправился убивать босса чтобы получить шестую категорию босс был несложный после победы над ним я иду и сдаю квест получая при этом ту самую шестую категорию чтобы ходить в быка подземелье в целом чувствовать себя комфортно покупая себе двести тридцать второго этим левела шмотки это т-9 шмот у npc марана далее я отправляюсь в аргримар на аукцион и покупая ресурсы это ледяные шары изначально пустоту также я покупаю и другие вещи какие могу себе позволить я долго думал покупать ли мне 264 пояс или нет ведь он стоит 4000 золота но на старте это немножечко многовато но в итоге я думал думал и все-таки решил раскошелиться и взял его и еще кое-какие вещички по итогу я купил себе это шею кольцо и плащ 200 этом левела ну и поезд 264 далее попросил у магов сделать или портала ран и он не кинул приглашение в группу и вот я уже в дала ранее я пошел в лаку чтобы купить себе не настоящий моему персонажу шмотки пускай они хоть и будут pvp но это лучше чем ничего то же время ребята чата не помогали в одевание моего персонажа вот привнов не взял и подарил запястье 245 этом левела поэтому спасибо тебе за это огромное не сказали что лучше купить тотем за очки доблести но я купил пока pvp шный ну попозже конечно хочу его поменять потом я поднялся прибрежище похитителя солнца дала ранее и купил себе за очки доблести аксессуар и кольцо и тут я вспоминаю что я еще забыл купить символы и снова отправляюсь на аукцион вар гримар символ я себе купил следующие символ цепного исцеления символ щиты земли символ исцеляющего потока также я купил себе аксессуар колокол и открывает свой персонаж и вот я уже 221 айтем левела неплохо вида и тут я понимаю пришло время идти в подземелье мы собираем группу с чата идем в кузню душ также вдала ранее я взял квест на кузню душ яму сароны зал отражений без этих квестов меня бы попросту не пустили в эти подземелья и вот можно вкус не душ я подкажу к нпс сдаю квест получают 300 очков доблести ну и беру новый квест честно сказать я все еще сильно переживал что не справлюсь какие-то ты мы ставить какие ведь ведь есть тотем который снимает эффекты страха союзника снимать яда дают бафы и многое другое но ребята счета мне все время помогали я опять отличился бревнов подарил мне камни на скорость спасибо мы подходим к первому боссу из первого босса мне удалось получить сумочку на 20 ч которую я тут же надел мы чистили подземелья настолько быстро что подошли уже к последнему боссу я нажимал цепное исцеление этого хватало чтобы восполнить здоровье участникам группы на этот раз на меня упало аж 2 вещи шея и голова моей радости гордости не было предела я сдаю квест и получаю еще три сачку доблести за них я смогу себе купить пве вещи а также чтобы попасть в яму сарона и вот на очереди яма сарона яма закрывалась также без особых усилий я уже научился более-менее хили ставит от и мы и в целом не так сильно путался в кнопках убиваем первого босса и мне падает правая рука повезло так повезло осталось выбить только щит сказал я себе второго босса мы победили также без проблем но в этот раз без лута для меня с третьим боссом пришлось немного попотеть но мы все также убиваем его и тут не падают сапоги хоть они и тканевые но на первое время думаю и такие сгодятся пришло время залов отражений на мой взгляд это было самое сложное подземелье на сегодняшний день по крайней мере для меня у меня было заклинание нажимал на одну кнопку и сразу появлялись четыре тотема которые снимали эффекты страха яды давали баф участникам группы тоже нажимал цепной исцеление восполнял здоровье всем участникам группы остальную работу делали тотема они снимали эффекты страха яда и прочее и вот уже первый босс побежден и падает с него голова ткань жаль так как у меня уже есть 232 последнее задание в этом подземелье убежать от короля лича я также ставлю тотемы хилю ребят справились мы легко на мой взгляд с этой задачей в этот раз мы убежали от него но в рейде цитадель ледяной короны мы еще встретимся сожалению на меня с этого задания ничего не выпало из вещей я сдаю последний квест и у меня уже приличное количество очков доблести как я говорил ранее за них я буду покупать себе пве вещи как мы помним мне в яме сарона упала правая рука я иду на аукцион чтобы купить щит и тут начинается что-то нереальное я подхожу к аукциону чтобы купить щит и мне кидает момент подписчик и дарит мне кучу вещей это ноги 264 2 кольца одно 264 2 245 грудь 245 всякие чарки прочее моему удивлению нету границы я не понимаю что происходит поэтому минимайс если ты смотришь это видео спасибо тебе огромное за это после этого я забыл что я хотел сделать купил ли я щит или не купил я был ступоре от удивления все ребята чата помогали в одевании моего персонажа я одеваю вещи что подарили мне одеваю щит я уже двести тридцать третьего айтем левела а с момента создания персонажа всего лишь два дня поэтому если тебе интересно дальнейшая прокачка персонажа дай мне знать это в комментарии вот так и подошел концу второй день моей истории рестор шамана я очень рад что познакомился с этим классом я всегда думал что это слабый хил он казался не просто сильным хилом но еще при этом очень полезным надеюсь тебе понравилось видео поддержи его лайком подпиской и конечно комментарием как тебе моя история рестор шамана стоит ли снимать дальше прокачку этого класса как я прохожу рейды как я получаю вещи и в целом рассказать про этот глаз от своего имени